Друзья, всем привет! С вами Наташа Жукова, магистр психологических наук, нейропсихолог и реабилитолог. Хочу сегодня вам рассказать необычный подкаст о том, как я похудела на 10 кг. Почему это важно? Потому что в этом много психологии оказалось. И я думаю, что каждый из нас в своей жизни, кроме счастливых худых людей, которых мы здесь с вами ненавидим, которые живут в стабильном весе, сталкивался с такой проблемой. С проблемой... Не с проблемой, как набрать. Набрать легко. С проблемой, как сбросить. Поэтому сегодня мы посвятим небольшой подкаст этой тематике. Ну что, в прошлом году 24 декабря я вернулась из путешествий в длительных домой, взвесилась и прозрела. Прозрела, потому что у меня на весах было, если посмотреть. 72 килограмма. 72 килограмма. Вот. Ну, я была в шоке, потому что там вес мой максимальный был. Кстати, раньше в жизни у меня был ещё раз такой вес. Где-то в лет, мне кажется, 20 с чем-то мне было. Там 24, наверное, 25. Я тогда покудела за год на 18 килограмм. У меня был такой опыт. Вот. И тогда я нагела из-за такого депрессивного состояния после смерти мамы. То есть я заедала эмоции. Вот. А потом уже понеслось просто. И сейчас я приехала домой с такой вот отметкой. Ну, я, конечно, удивилась очень сильно. Я поняла, что это ужас. Это уже дно. И я последние где-то 2 килограмма наела, мне кажется, на том, что я узнала у моего папы, что у моего папы такая прогрессирующая деменция. Вот. И я помню, я была в Париже. И я очень много начала каждый день как-то от тревоги есть всяких булок. Там прям было заметно, что я стала очень сильно переживать, потому что у меня до этого были другие планы. Я не думала, что мне придётся там в том числе там переезжать в Минск, перестраивать свою жизнь. Так быстро. В том числе. Ну, и то, что вот такая есть серьезная ситуация. В общем, я приезжаю домой. 72 килограмма на весах. Стыдно, страшно, больно. Кажется, что, ну, я не знаю, я думаю, мне уже 34 года. Если я не начну заниматься темой веса, то, ну, я уже выгляжу безобразно. Я понимаю, что это... Вот ответ какой-то, знаете, на мой образ жизни. Да, на мою усталость, игнорирование усталости, на игнорирование каких-то эмоциональных состояний или недостаточное внимания в какие-то моменты жизни. Потому что последние два года, можно догадаться, я как-то очень поднаела вообще вес. В том числе я поднаела, когда началась сидячая работа, когда я села за компьютер работать. И в тот момент, когда я приняла решение, что, ну, пофиг, лучше буду отъедаться, я же там, типа, не пью, там, еще что-то, потом когда-нибудь похудею. Лучше уж так. Я поняла, что, ну, во-первых, у меня не было долгого уже опыта, около пяти лет похудения. То есть у меня было мышление от того человека, который либо может сдерживать вес, либо набирает вес. И мысль о том, что можно похудеть, меня как-то ужасала, потому что я думала, что я не справлюсь сто процентов. Хотя бы удержать вес нужно как-то, чтобы он дальше не рос. Это невозможно было сделать без признания дискомфорта. То есть многие люди не меняются, потому что они не признают, что вот они испытывают какой-то ужасный дискомфорт в своей жизни. Ну, прям вот, не знаю, там, неудовлетворенность, например, или там, ну, нехватка денег, там, еще чего-то, да. Но чего-то вот в жизни не хватает, что-то не то. И мне пришлось это признать. И когда я признала, я поняла, что все, для меня это точка. Я помню, как приехала домой, села за стол и такая, теперь я буду есть, максимально учиться правильно. И тут начались психологически вылазить мои трюки, проблемы, загоны и мысли, которые мне мешали. Первое, с чем я столкнулась, мне не хотелось есть дома. Мне казалось, что я, если я ем дома, то какая-то бедная. Во-первых, у меня такие мысли были. Во-вторых, то, что я лишаю себя удовольствия ездить в рестораны. Я долго ела в ресторанах, получается, либо заказывала, то есть два-три раза в день. И я поняла, что ресторан для меня это место, куда я езжу, как бы развлечься. То есть посидеть с книжечкой, поесть, кофеечек выпить, там, почитать. Как-то, знаете, вот из-за того, что работаешь дома, я выбирала себя так развлечь. То есть это моё развлечение. И мысль о том, что я заберу своё развлечение у себя, меня ужасно пугала. Я с этим пришла к психологу. И я подумала, что мне нужно искать на самом деле, мы там обсудили, какие-то другие способы развлекаться, как говорится. Вот. И более того, когда я ела в ресторанах, кроме того, что это была там неправильная еда для меня, я там переедала. И плюс, мне тяжелее было отслеживать своё насыщение. Плюс я ела то, что мне нельзя. Плюс у меня ещё есть аллергия на лактозу. И там я ела то, что содержит лактозу. И мне было плохо. Вот. Первую неделю, когда я села есть дома, иначе, я начала замечать, где-то через 4-5 дней, что мне перестаёт так сильно болеть живот, как раньше. Думаю, вау, прикольно. Прикольно. Думаю, нужно что-то придумать. Нужно придумать больше гулять. К сожалению, я пыталась даже по двору пройти. У меня такое было слабое состояние физически, потому что я привыкла ездить на такси, на машине, сидеть дома, что мне... Я с отдышкой какой-то гуляла. Я вот, я помню, прошла километр здесь, по дворам, и я поняла, что, ну, мне прям капец тяжело. Такая медленно, еле иду, уже уставшая. Представьте, такую слабость, да? Низкое давление. Вот. Я думаю, ну, это жопа. Думаю, надо как-то себя начать развлекать. Просто ездить хотя бы куда-то, ну, как-то прогуливаться. Я начала это делать. По чуть-чуть. Потом я подумала, мне нужно было бы заняться каким-то спортом. Понятно, спорт я не потянул. Нужно хотя бы начать с растяжки. Просто привыкать к чему-то, куда-то выбираться, ходить. К сожалению, тренер по растяжке оказалась в выгоревшем состоянии. И было бы о ней это очень видно, конечно. И я решила, что я буду, как-то, знаете, обкладываться материалами вокруг себя на тему здоровья. Вот. Те люди, у которых психологическое плохое состояние, они себя обкладывают подкастами, ютубами, книгами, психотерапевтам, курсами на тему психологии, например, созависимости. Я начала покупать курсы врачей. и слышала одного врача, и он говорит, короче, люди, которые едят по ночам, встают. Ну, это типа конченный случай. Я вообще за такое не берусь, потому что это люди, ну, не способные меняться. Как меня это задело? А я реально вставала ночью поесть. Я подумала, ах ты сволочь. Ладно, я докажу себе, что я не буду вставать ночами есть. и тогда как бы вот мне стало просто страшно. Подумала, настолько я себя как-то, ну, не контролирую, потому что люди, которые мне говорили, что они вечером, дед и ночью такая. В смысле? Вот. И слушая, короче, этот курс, я поняла, что, ну, вообще у меня серьезные, конечно, проблемы. И психологически, в том числе, проблемы серьезные в привычках, в дисциплине, полная жопа. Я подумала, тема дисциплины вообще, когда я разбиралась с психологом, она меня раздражала, потому что мне казалось, это скучная какая-то, унылая жизнь, какая-то такая очень понятная, без, я такой человек, знаете, такая, о, хочется в Париж, поскольку там билет, а, все, полетела, типа, да, полетела в Париж на неделю, такая, к концу недели, блин, хорошо, останусь еще. Онлайн работа, да, позволяет себе это делать, ты остаешься еще на три недели. Какой тут график жизни, правильное питание, тут, ну, понятно, что обсуждать это очень сложно. Я поняла, что мне нужно какое-то время больше находиться дома. Вот. И я поняла, что мне нужно это выстраивать, что если я в свою жизнь добавлю график, такой, знаете, более здоровый дисциплину, слово мне непонятно, мне было понятно, только дисциплина в работе, больше ни в чем, то я выйду на новый уровень жизни. Вот. И я подумала, боже мой, мне нужно больше как-то общаться, на самом деле, с людьми, которые меньше едят, и больше занимаются спортом. Вот. Первую неделю я начала видеть, что где-то у меня там, мне кажется, может быть, на килограмм где-то у меня там ушел вес. Я впечатлилась очень сильно, подумала, вау, типа, ну, уходят там отеки, там вот это вот, от путешествия, еще что-то. Подруга мне предложила купить весы. Я супер спотыкалась и не хотела. Она говорит, Наташ, и там в этом видео препод сказал этот врач, что то, что вы не, считаете, вы не контролируете. Если вы не считаете еду, вы ее не контролируете. Если вы не смотрите свой вес, вы его не контролируете. Если, ну, понятно, если вы не считаете деньги, вы не контролируете свои финансы и свою жизнь, да, если вы не контролируете свое время, ну, то же самое, короче, если вы не считаете. И я жутко сопротивлялась Потому что, знаете, я была уверена, что у меня Не будет результатов, и мне будет все время стыдно И плохо смотреть на эти весы Вот, и на себя на них Но подруга мне сказала, говорит, смотри, вот прикольно Будет, ты будешь смотреть на весы И, по крайней мере, ты будешь видеть, ну, не знаю, там Вот вечером ты поела, но вот развешиваешься И видишь, вес растет И ты будешь понимать, что вчера ты какую-то херню сделала И она мне подарила весы Пикук Вот, бесплатная рекламная интеграция И я начала взвешиваться Со стыдом И я начала понимать, что Знаете, что круто в весах я поняла, что Я начала понимать, что от моих действий что-то зависит Да И в первый месяц Я подумала, мне нужно еще как-то Вот питание моё, может, с нутрициологом Посоветоваться расписать еще что-то Вот, я взяла какую-то консультацию Расписала Как-то там питание, и, в общем, пыталась Есть вот какие-то такие продукты Там меньше мучного, понятно Но сразу это невозможно, потому что Ты просто привык много беспорядочно жрать Вот И я как-то так старалась Более правильно питаться И за первый месяц у меня ушло Практически 4 килограмма Да Я такая Вау, хочу дальше Но дальше все остановилось И Я подумала Мне нужно учиться Раньше ложиться спать Потому что есть исследование И по мне видно Я еще в таком состоянии Подуставшим была Нужно раньше учиться ложиться спать Я ложилась 2-3 ночи Понятно, в следующий день ты переедаешь И Оказалось огромной проблемой Ложиться вовремя спать Потому что лет 5 не спала вовремя Не ложилась И мы обсудили это с терапевтом И оказалось, что Вечером, когда после работы Есть время Я смотрела там какой-то контент Читала книги Переписывала с друзьями Это было такое, знаете, время Только для меня И мне казалось Если я И утром я так не могла То есть если ложиться раньше И утром так утро проводить Я так не могла И Я подумала, что Если я исключу это время из своей жизни Ну и буду ложиться Представьте, не в 3 ночи, да А в 11 То есть я теряю 3-4 часа 4 часа жизни привычной И я думала Это скука Это капец Я это не переживу И мы с психологом Это на самом деле много обсуждали И Мы говорили о том, что Тот образ жизни, который есть сейчас Который я выстроила Он Разрушает мое будущее Которое я хочу И Беспорядочный сон Беспорядочная там еда В том числе То есть это прикольно в моменте Но Дальше Это разрушает мою жизнь То есть пришлось это признать Дальше, что было еще важно Я поняла, что Кстати, был очень тонкий момент Психотерапии моей Когда я Многие люди не засыпают И оттягивают сон Потому что они боятся Что вот Та атмосфера То общение Которое там переписки Или еще что-то У кого-то работа Пропадет на утро Вот ты заснешь И оно все исчезнет И когда я поняла Что у меня на самом деле Страх Пережить то Что я что-то потеряю Если не буду спать То есть я Переписываюсь Общаюсь Там работаю Или еще что-то Как будто если я засну Это исчезнет Но я поняла Что то, что я создаю в жизни На утро Не может исчезнуть И Я начала Приучать себя Раньше ложиться спать Это был отдельный квест Было очень трудно Потому что Сон у меня был Очень сильно нарушен Я поняла Что Если я вечером Смотрю компьютер Или телефон Я не могу уснуть Все Мне хана Я начала насильно Убирать В другую часть квартиры Телефон На зарядку Уже с 9 часов вечера С 10 И не включать компьютер То есть Я читала книгу Мне там руки тряслись Первое время Так хотелось Куда-то залезть Такая типа Ой, я тут заметки Хочу сделать Нет Надо было себя останавливать Делала ванну с магнием Лежала в ней Чтобы максимально успокоиться И ложилась в кровать Вот Чуть-чуть стало легче Потом я начала себя насильно Поднимать А раньше Вставать И начала ходить На тренировки По утрам Вот Тоже насильно То есть Мне не хотелось вообще Вот прям Вот не хотелось вообще Вот представьте Что вам чего-то в жизни не хочется А вы идёте это делать И это не то, чтобы Как бы даже понимали Что у вас там какая-то Будет польза И мне казалось Что я физически не справлюсь Но я ходила Мозг мой так работал Что Мне казалось Что я не справлюсь Я справлялась Это было Мучительно тяжело Но к концу тренировки Думала Блин, какая я крутая И я заставила себя Рано вставать В шесть В семь утра И вечером Я начала вставать Через неделю То есть Из-за этого В том числе Я убираю телефон Я приучилась Себя раньше Ложиться спать И когда я начала Ощущать Что я себя чувствую Утром намного лучше Я была в восторге Полно И это начало Позитивно закрепляться Вот Дальше Мне пришлось Работать с убеждением Психолога С психологом Что жизнь Такая скучная Типа Вовремя ложишься спать Правильно Там более-менее Правильно Не супер Правильно Ешь Занимаешься спортом Работаешь Как будто жизнь Такая знаете Вот Рутинная Вот Жить в скулке Жить в рутине Но я понимала Что У меня есть глобальные Более планы Заботиться о своем здоровье И я пыталась Как-то в этом Развлечь По-всякому И Чтобы не расстроиться Кстати Я называла тем Что я не худею Я начинаю Заботиться О своем здоровье И красоте Для того Чтобы не фрустрироваться Потому что изначально Я в себя не верила Вообще У меня есть такая тенденция Я посвящаю Чему-то одному год И в этом году Я посвятила Я посвятила своему здоровью И красоте Вот И у меня появилось Много процедур У косметолога Ходить Сноуходы Начала Там Сон восстанавливать Еще что-то Сразу Моя мотивация Была Честно скажу Вообще В целом Это Больше иметь энергии Для того Чтобы дальше Строить бизнес И работать У вас может быть Своя мотивация Это неважно Вот Дальше что В общем Я Жила в таком ритме Месяц Два Три И понимаю Что вес Мой дальше не падает Я как-то знаете Особо не меняюсь Вот И Я пошла Сдала анализы И как-то у меня было чувство Такое знаете Что Те рекомендации Которые мне дал нутрициолог Что все равно Я как-то ем много Что Она давала мне рекомендации Плюс я еще Какой-нибудь батончик Подъедала Типа полезный Как это называется Пастила Вот И Я начала с другими людьми Разговаривать Кто классно выглядит Как они питаются Как они живут Была ситуация спонтанная Когда мне нужно было В Москве Когда я была на работе Сдать анализы И для того Чтобы там сдать Их нужно было Там что-то не есть Там пару дней Еще что-то такое И я ела много салатов Ну там Нужно было Такие ограничения Я почувствовала Что Я себя чувствую Намного лучше И И я начала Больше есть овощей Прям много есть овощей И меньше мяса И углеводов Батончики ела дальше Я приехала домой Уже у меня начал вес Ползти вниз Я подумала Прикольно Теперь мы едим Много овощей Дома сказала Вот И начала есть Больше овощей И Что интересно Я начала ощущать Что У меня какое-то Привычное желание Поесть больше Какое-то привычное Я вспомнила Что у меня есть Тетрадка терапевтическая Которую мы тоже У себя продавали По пищевым расстройствам Я думаю Не зря же я Когда-то ее делала Да Я когда работала С специалистом По пищевым расстройствам В том числе И я подумала Надо ее найти Потому что давно Этой темой не занималась И я нашла Начала просто ее заполнять Распечатала Да, она у меня тут лежит Начала ее заполнять И выяснилось Я начала замечать Что когда я устаю Я начинаю искать еду Я начала замечать Что когда я расстроена Я начинаю искать еду Я начала замечать Что Когда я сижу за столом Работаю Я хочу подтащить себе там что-то еды. Что я вечером ем не потому, что мне хочется, а потому, что я привыкла. Должно быть три приема пищи. То есть реальная привычка три приема пищи. И благодаря этой тетрадке начала отслеживать опять свое состояние, свои чувства и замедляться. И опять стало меньше есть. Потом я подумала прикольно, а если я реально не хочу есть вечером, может быть попробовать мне не есть вечером? И вес начал ползти вниз. Я подумала, вау, как прикольно. И дальше я поняла, что нужно сходить к какому-то другому специалисту как-то об этом поговорить. И был прикольный момент. Я взяла консультацию еще одного нутрициолога. А, и я пришла с темой, что я занимаюсь спортом. Уже у меня много тренировок. Там 4 тренировки, 5 тренировок. Но я не худею. Меньше не меняется. И она говорит, Наташ, женщина худеет в расслаблении. У тебя слишком много тренировок. У тебя же истощенное состояние, плюс работа. А тебе нужно меньше тренироваться. Я такая, что? Не может, тебе с ними страшно. Еще меньше. Это же я вообще вернусь в прежний вес. Она говорит, нет. Там где-то я уже весила где-то 66 килограмм в этот момент. Она говорит, нет, это не так. И я говорю, мне кажется, у меня гормональный сбой. Там еще что-то. Она говорит, смотрит мои анализы, показывает статистику, научные исследования. Еще что-то говорит, Наташа. Вот ты там ездишь на велосипеде или там занимаешься спортом. Потом ты приходишь, ешь. Ты еще не заслужила еду. Ну и говорит, нету такой тренировки у тебя, чтобы ты... Она смотрит мои тренировки, посмотрела. Она говорит, нету. Нету у тебя повода есть еще раз. Нету повода есть батончик. Нету повода. Ты не заслужила его, как бы, ну, не наработала. Тебе не сгорели жиры там или что там еще. Вот. И я обломалась. У меня было такое, знаете, прикрытие. Я такая хотела. У меня гормональный сбой. У меня там что-нибудь еще. Да, наверное, из-за чего-то, да, я не худею. Ага. Нет. Когда я послышала, я перестала заниматься спортом, кстати. И решила, что мне нужно реально пересмотреть свои отношения. Я перестала есть вечерами. И стала есть больше овощей. Плюс я пыталась с собой договориться и перестать есть батончики. Она сказала, любой батончик. Ну, говорит, вы же понимаете, что вы себя обманываете. Там же все равно очень много углеводов, жиров и всего такого. Я такая, нет, не понимала. Такими, знаете, с наивными глазами. Это то, как мы себя обманываем. И она говорит, ну, попробуй, типа, не есть батончики. И когда я начала так делать, естественно, виз тоже по чуть-чуть пошел вниз. Мне пришлось непросто, потому что я привыкла. У меня такое, знаете, автоматическое было действие вечерком батончик заточить или в обед. И потом, знаете, помню, захожу в другую квартиру, где у меня домработница тусит. Я захожу, и такая лежит, знаете, упаковка большая батончиков за месяц. Я понимаю, что это все было бы во мне. И явно это, ну, как бы много жира, много углеводов. Вот. И, в общем, я приняла решение, что я вообще буду меньше жертвить на эту тему. Что у меня не получится. Что меняет там как-то что-то. Мне понравилось. Я взяла себе ментора по спорту. И она такая очень требовательная к себе. И когда я там ныла, говорила, что слушай, там, Руслан. Я там, мне кажется, мне не подходит столько заниматься спортом. И сейчас она говорит, нет, Наташа, тебе нужно еще больше заниматься спортом. И тебе нужно меньше есть. Я думала, боже мой, это так жестоко. А потом я начала общаться с другими женщинами. Спортивными, либо просто стройными, своими подругами. Которые, они говорят, мы меньше едим. Мы там раз-два раза в день едим. Мы там как-то иначе питаемся. Мы не переедаем. Мы там едим меньше орехов. Не вот столько, там еще что-то. Я начала наблюдать, что люди такие, знаете, тонкие в моем окружении. Они реально мало едят. И когда мы с ним за столом, они едят вот столько. А я вот два раза постолько. То есть на три ведра больше. Я думаю, ну, наверное же, как-то это работает. Это же как-то зависит, представляете, да? То есть я начала обращать внимание честное, что в отношении других людей я делаю не так. Да, то есть кто-то смотрит, как, не знаю, продвигаются психологи. Кто-то смотрит, сравнивает там поведение финансовое, когда челлендж какой-то себе устраивает, там, леща что-то. Есть такое выражение, что если у вас есть ролевая модель какая-то, человек, в каком-то деле, задайте себе вопрос, что он сегодня делал такое, что не делали вы? Вот. И потом я двинулась дальше. Я где-то там послушала врачей, начиталась. Ну, я все это время проходила, кстати, врачей в том числе. И я поняла, что у меня есть какой-то страх, и я из этого ем больше в целом. Страх смерти, такой бессознательный. Уже он был сознательный. И я попробовала опыт под наблюдением 5 дней голодания. Чтобы вы понимали, я думала, на первый день я все брошу, потому что я человек, который любит пожирать, человек, который с расстройством явно пищевого поведения, явно человек, который привык заедать эмоции или еще что с детства. Я еще такой человек, который, знаете, я всегда набирала вес в тяжелые периоды своей жизни. То есть люди, которые перестают есть, я человек, который начинает есть. Там в детстве была несчастная любовь, я набрала вес. Потом мама, когда умерла, болела, я набрала вес. Какие-то еще были периоды ретравматизации, когда у меня знакомый человек умер, я набрала вес тоже. А потом, не знаю, я как-то просто растащила, я стала много работать, стрессовать, мне кажется. Там многие какие-то были причины психологические, в том числе. Я еще раз набрала вес. И когда я голодала, мы вместе с парнем, кстати, это делали, я поняла, что я пережила самый большой инсайд в своей жизни, кстати, что на второй день мне было плохо. Я думала, что я начну есть. Но я потом легла спать и проснулась, знаете, у меня была куча энергии. И я офигела. Я пережила свой самый большой страх. Я ела, потому что мне было страшно, что я умру. То есть я как будто поняла, что я не понимаю, сколько нужно есть. Мне в моем возрасте. Кстати, это важный момент, потому что в своей голове, когда я говорила, ой, ну, например, 28-30, я не меняла свой образ жизни, потому что я не признала, что у меня другой возраст, мне уже 34-35. Мне нужно жить иначе и есть иначе. Вот. И потому что я хочу жить долго, я хочу быть здоровее, лучше себя чувствовать, быть красивее в том числе, вот, вернуть свою красоту частично, как это можно сделать. И я, короче, поняла, что мне нужно как-то, знаете, меньше еды. Вот этот ужас от того, что я умру, он как-то был пережит. Я начала спрашивать у нутрициологов, а сколько вообще у врачей, нутрициологов, да, а сколько вообще мне, вообще человек моего возраста, моего веса должен есть. Ну, они такие, ну, вот столько там примерно за прием пищи такая. Мне там стало, там, не знаю, столько, ну, грубо говоря, да, там, нет, боже мой, я просто ем много, много ем. Думаю, почему я много ем? Я начала вспоминать, что, знаете, в 25 лет, когда я худела, я все равно ела очень много, там просто много белка, много овощей. Думаю, Наташа, ну тебе плюс 10 уже, у тебя другой метаполизм, у тебя другая жизнь, вообще сидячий образ жизни. Я начала уменьшать порции. Вот, и, в общем, за этот период я похудела еще на 5. В итоге я сейчас вешу 62 килограмма, вот, и от меня отлипло 10 килограмм. Я когда пристаю 10 килограмм, я думаю, вот это жопа, это ужас, это было много. И думаю о том, что 10 килограмм, это, представьте, примерно две бутылки с водой, с 5-литровой. Вы с собой таскали 10 килограмм. Я сейчас хотела бы похудеть дальше, я просто пока не знаю как. Мне кажется, мне нужно еще больше делиться своим питанием, нужно много ходить пешком, много делать кардио, заниматься в зале. Мне так кажется. То есть пока что я не знаю, как дальше похудеть. Я ничего для этого не делаю пока что. Я прям вижу, что мне нужны потом будут какие-то новые усилия. Мне кажется, я их сделаю попозже, там, после Нового года, потому что у меня ждет еще операция. Но вот жизнь человека, который весит 72 и 62, они очень сильно отличаются. Жизнь, поведение. Это два разных человека, два разных мышления. Я думаю, интересно, как живет и мыслит и чувствуется человек, который, не знаю, там, 53 весит, например, да, или 55. Он же тоже как-то иначе себя ведет. Он больше двигается, скорее всего, много ходит, скорее всего. Ну, я говорю про тех, кто у кого есть склонность набирать вес, да. Как-то иначе питается. Иначе задумывается по поводу еды. Может, беспокоятся о ней там заранее, да, еще что-то. Вот. Не дает себе поощрений там на выходных отъедаться. Там речи о что-то, да. То есть я поняла, что дальше мне нужно будет опять измениться, вот. И для того, чтобы, ну, так перестроиться как-то вот и другой себя ощутить. И тут, наверное, такой важный момент, что когда ты теряешь вес, ты перестаешь быть таким, знаете, как будто таким... Когда ты, точнее, теряешь вес, вот я вижу, когда у меня лишний вес, даже с себя, ты такой более утилицовый, такой более уставший, такой уставший. У вас же гормонов много других, которые там не совсем приветствуются. Другое состояние. Ты такая вот уставшая женщина. Что-то скажешь на себе реально этот груз, да, лишнего веса. Плюс женственность уходит. Я, например, не знаю, как вы, я перестаю красиво одеваться. То есть я начинаю такое... Мешки одежды, какой-то такой стиль. Кстати, был очень крутой инсайд для того, чтобы... Кстати, это моя точка роста, потому что у меня весь гардероб... Оверсайд... Оверсайз унисекс, как говорится. Это вот я сейчас в узкой кофте новой мне Аркаша купил. Но вообще я заметила, что если я одеваю узкую одежду, я начинаю лучше чувствовать границы своего тела. И я тогда понимаю, что мне нужно о нём заботиться больше. Дальше, когда я мерила платье либо юбки, я вам скажу, ты понимаешь, почему нужно тебе в целом заботиться о своём теле. Потому что ты видишь все эти неровности, всё вот это вот всё. Ты думаешь, капец, есть над чем работать. Я думаю, что моя точка роста, кстати, дальше, поменять гардероб, что очень жалко, потому что... Гардероб стоят очень дорого, которым я есть. Придётся с ним попрощаться и купить пусть даже простые вещи, но новые и узкие для нового человека. Вот, потому что мне ещё, надеюсь, как бы придётся скинуть хоть килограмм пять. Вот, то есть если вы носите широкие вещи, лучше одеться в более дискомфортную одежду, более узкую, для того, чтобы чувствовать, что вас что-то не устраивает. Потому что когда у вас есть дискомфорт, вы будете думать, как его решить. Вот. А так поел, джинсики расстегнул, кофточку распрямил. Ну, как бы и пофиг. Вот, поэтому это так со мной лично точно не работает. Вот. И, в общем, если говорить про какие-то ключевые действия, что мне помогло, это признаться о своём дискомфорте, обложиться материалами вокруг себя на тему здоровья, красоты, похудения, там, правильного питания, менять график жизни, работать с убеждениями о том, что жизнь скучная, когда жизнь правильная, скучная, что жизнь такая, знаете, где ты думаешь про свою еду, про свой режим, про всё остальное, про смену привычек, что это какая-то смертная скука. Помогло настроить себя, что я буду жить накопительным эффектом, что я буду совершать маленькие действия постепенно. Я не жду от себя быстрых результатов, хотя хотелось очень, конечно. Я увижу результат быстрее. То есть я жду накопительный эффект. Вот. Как психология. Учишься, 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 потом хоп, и профи. Обращаться за помощью к специалистам, психологам, по расстройствам пищевого поведения, нутрициолог, да, врач профессиональный. Меньше поддерживать себя в состоянии жертвы. Вот. И поддерживать себя рядом с людьми и обсуждать с ними тему похудения. Не с теми, кто вечно ест и им ничего не помогает, а с теми, кто реально, кто у вас из друзей такие, знаете, тонкие, кто бережёт своё здоровье, вот с ними поднимайте тему о том, а как ты вот питаешься, а как ты себя удерживаешь в чём-то. Потому что я когда узнала, например, начала общаться, я узнала, что мои друзья реально, ну, как-то очень следят за своим питанием. Очень следят за своим... Знаете, вот люди, у которых что-то получилось лучше, чем у меня, я думала, что они такие были. Оказывается, нет. Они, оказывается, реально иначе относятся к своему телу, чем я. К своему питанию, что они едят, как они едят, когда они едят. И вот очень важно себя объединять такими людьми, которые, вот, знаете, с вами и за вас. Вот, у меня тут есть как раз классная книжка, могу посоветовать. Накопительный эффект. Тоже книжка, которая мне в том числе, кстати, помогала. Потому что она показывает, как маленькие-маленькие действия ведут тебя к тому, ну, к таким, знаете, выдающимся, на самом деле, результатам. То есть могла ли я представить, что я похудею хотя бы даже за год или за 2 на 10 грамм? Никогда в жизни. Честно. Не вру. И очень важно не ставить неадекватные результаты, такие, знаете, планы. Потому что, если бы поставила бы я себе цель, представьте, допустим, 20 килограмм. Я бы сейчас сидела перед вами, рыдала бы тут. Да, какой ужас. А сейчас я могу гордиться и двигаться дальше. Вот это вот очень важно, да. Плюс тетрадка по расстройству пищевых поведений. Вообще, отслеживай дневник такого питания. Если у вас такого нету, можете купить. Стоит недорого. Есть ссылка. Тетрадь терапевтическая. Она прям вот терапевтическая, где много упражнений, отслеживание себя, замедление. Покупайте, скачивайте, распечатывайте и работайте над собой. Это очень актуальная история. И, ну, как видите, маленькие действия дают большие результаты. Так что, друзья, обнимаю. Желаю вам успехов в вашем таком нелегком, но очень важном труде. Я с вами.